Ведь в это воскресенье, 25 декабря, Федерация Велоспорта Якутии проводит традиционную новогоднюю велогонку. И об этом более подробно расскажут организаторы этого мероприятия, велоспортсмены Ия Панова и Андрей Попов. Доброе утро! Доброе утро! Итак, довольно экстремальное мероприятие проводится впервые или уже есть какой-то опыт? Вообще, мероприятие проводится уже третий год и оно традиционно уже получается проводится. Можно считать его уже традиционным? Ежегодным, да? И всегда вот в эти дни, да, примерно перед Новым годом, за неделю, за 10 дней. Да, ну в прошлом году мероприятие было 29 ноября, то есть прямо накануне гонки. Но вообще это весело, потому что кататься на велосипеде это всегда радость. А зимой? А зимой тем более, да. А зимой тем более, потому что, ну получается, три месяца велосипедисты не встречаются друг с другом. Ну, вас это, наверное, не касается, потому что наш железный конь всегда готов. Вот, да, даже с меховым сезлом. Так, да, да. Ну, все равно, как бы с другими спортсменами мы не стыкуемся обычно, а тут праздник такой-то, что все, кто летом участвовал, все приходят. То есть повод встретиться? Да, повод встретиться. Мероприятий зимой бывает немного, и велосипедисты не все зимой катаются. Поэтому отличный повод перед новогодними праздниками завершить. А вот в этом году сколько уже заявлено участников на эту новогоднюю велогонку? Или как вообще это происходит? Или день в день нужно? Ну, вообще, с каждым годом количество участников все увеличивается, увеличивается. Допустим, в первой гонке было порядка 13 человек, во второй, в прошлом году, было уже 25. В этом году вот что нужно? Вот, допустим, телезрители сейчас смотрят и говорят, ага, мы тоже хотим. Вот что нужно сделать? Ну, вообще, нужно иметь исправный велосипед, любой, то есть даже кама односкоростная. Кама? У меня в гараже такое стоит. Вы берете эту каму, приходите на соревнования в 11 часов в парк и заявляете о своем желании участвовать. Просто в парк в 11 часов в воскресенье прийти? Да, в администрацию парка. На каменную, да. А для велосипеда это вообще безопасно? Он там не сломается? Просто я знаю, что когда градус уже под 40 или ниже, телезо становится более хрупким. Как-то надо его, может, подготовить, в мех одеть. Вообще нет. Ну, вы можете посмотреть на этот велосипед, он оборудован шипованными покрышками и меховым седлом. То есть вообще можно обойтись и без мехового седла, но тогда нужно одевать шорты из-за бюджи шерсти. А это как бы, да, так не хватеешь просто сильно, а так с меховым седлом гораздо прочно. А какова будет дистанция маршрута? Ну, раз вот в парке это все начнется, значит, дистанция не такая большая, да? Ну, дистанция для велоспортсменов будет порядка 10 километров, для женщин около 3 и для ветеранов 6. И, а вы уже принимали участие в таких планках, да? Да, ну я уже второй год стараюсь принимать участие во всех мероприятиях, которые организуются в Федерации велосипедного спорта. И, допустим, в прошлом году какая дистанция была вам покорена? В прошлом году, к сожалению, я в зимних велогонках не участвовала, в этом году собираюсь впервые принять участие в зимних велогонках именно. А в этом году у нас было много замечательных мероприятий, спортивных и неспортивных. В мае проходил реактив байк-фест, массовое очень было мероприятие, замечательно проехались колонной от театра оперы и балета до Чучур-Мурана, до поляны развлекательного комплекса. А вообще женщин в этом виде спорта много вот или нет? Особенно вот зимой вот как? Ну, смотря с чем сравнивать. Мужчин, конечно, больше. У мужчин уже есть настрой такой спортивный, то есть ребята тренируются, готовятся, у них какие-то результаты. Но женщины больше любители. А это, кстати говоря, извините, я вас перебью, это будет соревнование или будет носить развлекательный характер? Будут ли какие-то призывы? Вообще у нас есть рейтинг велоспортсменов, который ведется также третий год. Такого рейтинга нет практически никакой федерации, кроме лыжных гонок. То есть, получается, каждый человек, который принимает участие в велогонке, он в конце года может зайти на сайт велокот.ру и посмотреть наш отчет. Там, получается, все, кто участвовал в велогонках, в рейтинге состоят. И они получают какие-то баллы за участие в турнирах, да? Да, то есть, допустим, даже если он займет 30-е место, он получит там пару очков. А зачем они? Что это комментируется? В итоге лучшие спортсмены по итогам года по шоссейным гонкам и попереченной местности, Они участвуют в соревнованиях, да? Они, получается, становятся чемпионами по данным дисциплинам. И им, получается, полагаются кубки, медали. И у вас есть? У вас какой рейтинг? Я за рейтингом не слежу, потому что я себя больше позиционирую как велосипедист-любитель, не велосипедист-спортсмен. Но все равно, раз я участвовала в конкурсе в разных дистанциях, у нее уже какие-то баллы есть, да? Все равно наверняка есть. Да, но, скорее всего, она там что-то около первого или второго места. Но вообще рейтинг у нас подведется в январе. Ну, будет повод еще раз встретиться очень быстро, кто будет наряжаться в косюм Деда Мороза. Я знаю, что на новогодних филогонках это у вас как традиция. Ну да, вот все, кто понимает, что участие в организации, все... Все оденутся в косюм Деда Мороза. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе.